Девушки отдыхают Да, Риночка, за тебя, Тимофей. За вашу Ваньку отличнее. Пойду-ка, дойду к ним. Пусть пацан растет умным, как мама и красивым. Как мама. Как Брэд Питт. А ты случайно ничего не перепутал? Все четко. Приемной жене и ты человеком стал. Мне бы такое, эх. Можно я скажу? Да. Слово свекрой закон. Ну, Риночка, слушай вердикт. А вердикт будет такой. Дорогие мои дети. Риночка, сынурка, спасибо вам за внук. За ваш домашний очаг. Возле которого и мне тепло. А тебе, Риночка, любимая невесточка моя, спасибо за сына. За твою любовь и терпение. Вот это да. Да. Да, Тима, да. За то, что у тебя и дом в порядке, и муж в пределе. Ну, тогда давайте, я скажу. Давайте хоть выпьем, господа. Горько. Нет, подождите. Тимочка, ты хоть и стал моим начальником, но на правах бывшей однокурсницы, я все-таки скажу. Скажу и выпьем. Ринуля, на нашем химическом факультете ты была самая лучшая, самая талантливая. И не спорьте. Да, никто же не спорит. Я про что? Ринка химик от Бога. Прекрати. На Нобелевку могла претендовать. Вадик, не перебивай. Тсс. Слышите, босс, хватит жену на кухне мариновать. Сына вырастила, тебя в блюде вывела. Пора из-за себя браться. За твоё, Ириночка, развитие на нашем ударном химическом производстве. Вот так. Вот так сказала. Да. Ты знаешь, мне и у семейного очага неплохо. Ну, работа бы тебе не помешала. Ура. 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 От шеф-повара по спецзаказу. Поздравляем молодых с юбилеем. Он съедобный? Конечно. Он настоящий. Попробуйте. И фата. Да. Ну, Тимочка, молодец, постарался. Слушайте, а можно я невесту съем? Я обожаю глазырь. Да, такую женщину, как Риноле, точно хочет съесть. Вадик. Ну что, жаль, что она на первом курсе меня сразу отшила. Правильно сделала. Тимофей, я тебе завидую и давно смирился. А я — семь жениха. Да. Точно. Это моя песня. Твоя песня. Да? Давай, 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 давай. Помнишь? Я даже не думала, что ее до сих пор здесь поют. Я все помню. И люблю, кажется, еще больше. Правда? Правда? Ну, хорошо. Праздник старых свечей, торжества ненарушенных правил. Нет высоких речей, и открыток никто не отправил. Бой старинных часов, приглушенное пламя камином. И скрипящий засов, отвращение блудного сына. Все простится сейчас, что в прощении теплых границах. Лишь бы свет не угас, нам одна темнота не простится. Лишь крустальный бокал исцелением проходит по кругу. Каждый раз перекал, мы спасением будем друг другу. Спасибо. 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 Спасибо тебе. Ну, что ты? Это было просто потрясающе. Ты так давно не делала. Большая умница. Молодец. Просто потрясающе. Да. Праздник. 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 Да. Привет. Я, я же объяснил, сегодня никак. Да, да. Завтра. Завтра, как договаривались. Ну, чего ты? Не злись. Ну, съездим обязательно. Обещаю. Я отменил занятия со студентами. И на фирму не пойду, и дома что-нибудь придумаю. Придумаем. Ну, обещаю. Ну, ты что хочешь, чтоб я поклялся? Леночка, пожалуйста, не истери. Я же сказал, дома что-нибудь придумаю. Приеду обязательно. Да. Все, не волнуйся. Не волнуйся, Леночка, пожалуйста. Я не могу сейчас говорить. Все, все, все. Хорошо. Привет ему передавай. Да. Все. Все, все, все. Не могу. Давай. Поехали, быстро. Как скажете. Поехали, быстро. Как скажете. Рина, что случилось? Куда ты исчезла? Мы тебя по всему ресторану искали. Да, мам. Да. Мам, все нормально, она дома. Я не знаю, буду и сейчас выяснять. Все, ложись спать. Не могу говорить. Пока. Так, что случилось? Почему не предупредила? Перед ребятами стыдно. Стыдно. Ты извинился? Что значит, ты извинился? Я ситуацию спасал, как клоун. Ну, можно было сказать. Может, объяснишь? Да. У меня голова разболелась. Голова? Угу. И что, таблетки есть? Точно. Я не понимаю, что за взгляд. Послушай, я хотел тебе устроить праздник. Старался. Ты же знаешь, не до веселья сейчас. Угу. На фирме проблемы. Командировки, студенты. Ладно, беглянка-хулиганка. Давай так, я из командировки вернусь. И еще раз с ребятами сходим. Ну, чтоб все это замять. А то неудобно как-то, да? Ну, да. Конечно, сходим. Я не вижу вас, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне надо в командировку на два дня. Там выездной семинар со студентами на химкомбинате. В общем, ты спи пока. Рано еще. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Лидия Николаевна, я. Мы уезжаем. Нет, ничего не случилось. Не-не, только, только я и Ванька. Да нет, все в порядке. Просто надо к маме. Ну, что произошло? Вчера сбежала, не вопрощавшись. Сегодня придумала уезжать. Да все в порядке. Послушай, послушай, может у тебя, ну, может у тебя кто-то появился? Нет. Никто у меня не появился. Сбежала? Да я не сбежала. Просто голова. А что, Тимофей вам не сказал? Давай я к тебе приеду. Посидим, поболтаем. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Я постараюсь понять. Помочь? Я ведь тебя очень люблю. И я вас. Я вас тоже очень люблю. Поэтому позвонила. А что с голосом? Что голос? Нормальный голос. Лидия Николаевна, я просто иду к маме на несколько дней. Главное сохранить семью, а не сбегать. Лидия Николаевна, конечно. Да, по приезду обязательно. Все, я вас целую. Пока. Пока. Ваня, милый, просыпайся. В школу ты сегодня не идешь. И на контрольную тоже. И на контрольную. Давай-давай, вставай. Слушай, милый, нам с тобой нужно сегодня уехать. Быстро. Давай руки вверх. Папа знает. Папа. Папа узнает. Давай, одевайся умываться. Держи. Дамочка, у вас телефон разрывается. Что? Я говорю, мобильный у вас разрывается. О, спасибо. Да? Да, это я. Алло. Да, Тимофей Щербаков мой муж. А что? 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 Извините, пожалуйста, очень плохо слышу. Что? Как? А где это произошло? Да, я поняла. Я сейчас буду. Спасибо большое. Да, сейчас подъеду. Да-да, до свидания. Извините, пожалуйста, нам нужно остановиться, развернуться и вернуться обратно. Что? Я вас прошу обратно вернуться. Мне нужно вернуться назад. Послушайте, вы сначала определитесь, куда мы едем, а потом... Я прошу остановить машину и вернуться обратно. Что непонятного? Хорошо, хорошо. Сейчас развернемся. Мам, чего ты кричишь? Ваня, прости, прости, дорогой. Поспи еще, поспи. Я тебя сейчас к бабушке отвезу. Я тебя, я все хуже. Я вас прошу, пожалуйста, отпустите меня. Ну, отпустите, у меня там мальчик дома один, слышите? Тихо-тихо. Я вас очень прошу, подождите, отпустите меня, вы слышите? У меня там мальчик один, отпустите меня домой. Няня придет только в четыре, вы слышите? Да какой домой? Вы с ума сошли? Отпустите меня, у меня там ребенок один, вы слышите? Женщина, вы слышите? Сходите ко мне домой. Техническая, двадцать шесть, квартира восемь. Прошу, сходите к нему. Извините, я не могу. Он проснется, ему будет страшно. Вы слышите, я вас очень прошу. Я не могу. Мне надо к мужу. Пожалуйста. Ой, мама. Ой, мама какой-то. Я схожу, я обещаю. Да сходит она, сходит. Не волнуйтесь. Я поняла, у меня у самой ребенок. Я схожу. Ой, мамочки. Подождите, подождите, что с ним? Кто вы? Я его жена. Тима, Тим. У него травма позвоночника. Подождите там, пожалуйста. Я, я должна с ним поехать. Вам все сообщат. Я его жена. Ну, как там? Ну… Что? Кто? Ну, Щербакову. Он как? А вы, простите, кто? Да, в принципе, никто, но это я скорого вызвал. Вы? Почему вы? Ну, потому что это я их вез. Ну, я ехал, смотрю, у них машина сломалась, я остановился. Ну, чего леди не подвезти? Не, поначалу все нормально было, а потом вдруг бензовоз навстречку вырулил. Я попытался свернуть, но не получилось. Меня-то выкинуло, я вон, ушибом оделся, а их здорово покорёшило. Жена вроде в порядке, а вот муж… Я решил дождаться, ну, чтоб узнать, как дела. Все равно я на работу опоздал, а еще показания в полицию нужно дать. Вот женой ехал? Угу. Они вроде ехали дом покупать. Забавная пара, всю дорогу ссорились. Все-таки это Явина, вот надо было раньше свернуть ей. А вы родственница? Угу. В смысле? Я его жена. Подождите. Простите. То есть, та девушка, она… Простите еще раз. Нечего тут стоять, вас к нему не пустят, ему еще пару дней, надо быть в реанимации. Я хочу с доктором поговорить. О чем говорить-то? Жизнь не опасности, задет спинной нерв. Возможны осложнения, но жить будет. А пока это все. Можете вечерком прийти, врач будет на дежурстве, он вам все подробно расскажет. А сейчас у него новый пациент. Идите. Ой, слушайте, принесите там мы из дому вещи, чашку, полотенце, у нас с этим напряженка. Идите. Не надо тут стоять, ничего не выстоите. Поехали. Да, Маш, привет, что? Риноль, мы тут Тимофея не можем отыскать, случилось что-то? Тут такое дело. Тимофей в больницу попал, похоже, что надолго. Вы там в офисе, как-нибудь сами пока. Хорошо? Подожди, как в больнице? Он же в командировке должен быть. Что с ним случилось вообще? В аварию попал. Подожди, а студенты как? И тут инвесторы беспокоятся? Машка, да какая командировка инвестора-студенты? Он женщиной был, ты понимаешь? Неужели со своей любовницей? Что? Машка, ты что, ты знала? Ну, приходила какая-то я. Пару раз ее видела. Да, пустяки и все это. Глупая интрижка. Ну, все же знают, что Тимофей тебя обожает. Рин. Рин, алло. Ну? Девушка. Девушка, извините, родина. Что вам нужно? Просто тут такая ситуация. Получается, что я вдвойне виноват? Мне не нужно было лишнего болтать. Они не пара, а просто сотрудники. Они ссорились, и мне показалось, что… Вам не показалось, и вы ни в чем не виноваты. Послушайте, как вас зовут? Рина меня зовут. Извините, я спешу. Ну, да подождите вы, ну… Меня Константин. Я хочу вам помочь. Чем вы можете мне помочь? Послушайте, правда, ну, мне очень неудобно. Я был бы очень рад, если бы вы дали мне свой номер телефона. Зачем это? Не, ну… А вдруг вам нужно будет какое-нибудь лекарство найти, или отвезти вас куда-нибудь, или еще что? Я очень вас прошу. Пожалуйста. Да, да. Хорошо. Записывайте. Угу. Вот он, я. Мы живем теперь вот в этом чудесном доме. И приехали мы сюда, вот на этой супер большой машине. Я самый счастливый муж, потому что вот эта замечательная девушка, прямая жена. Рина. Да, мы молодожены. Выходи. Аккуратно. Подержи камеру. Держу. А я подержу тебя. Оп. Тебе не тяжело? Не-а. Ты же у меня, моя пушиночка. Ты что, меня так любишь, что будешь тащить до самого дома? Да. Ты у меня тилач, да? Конечно. Ура-ура. Ну, все, все. Всем пока. Всем пока. У-у-у! Ку-ку. Ку-ку. Это кто у нас такой большой, толстый? Это я, да. Скажи, пожалуйста, скажи, кто у нас песни поет? Ну-ка посмотрим. Кто будет, кто будет у нас сын? Я не скажу, не скажу, не скажу. Я в роддоме покажу. Ну, пожалуйста, ну скажи, Риноль, ну кто у нас будет? Ну, нет, Тим, нет. Мальчик, девочка? Нет, 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 нет. Я же тебе сказала, нет. Нет, 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 нет. Не скажу. Ладно. Я самый счастливый человек на свете. Моя любимая подарила мне сына. 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 Моя любимая подарила. 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 Я к нему не пускаю. Он в реанимации. Ой, Господи, беда-то какая. Что? Лидия Николаевна, вы знали, что у Тимофея любовница? Да что ты придумываешь? У тебя шок. Ясно. Значит, знали. Я ничего не знала. Ты игрался. Он что, не один был? Лидия Николаевна, ну как же так? Вы же для меня всегда были больше, чем свекровь. Я же с вами всегда всем делилась. Вы же… Я вам доверяла. Вам вообще и как не стыдно? Как вы все знали и мне ничего не сказали? Почему вы так со мной? Ириночка, я знала, что Тимофея никогда не оставит семью, а это главное. Ты знаешь, мужчины иногда делают глупости, но я всегда была на твоей стороне. Всегда. Господи, сколько раз я ему говорила. Ну сколько ему говорила. Выходят еще все, все давно. Так все вокруг меня знают, а я как идиотка. И все постоянно врут. И еще в этом ресторане. Фу! Ириночка, я тебя умоляю. Я тебя умоляю, не забирай его. Не забирай его, я тебя умоляю. Я же не виновата ни в чем. Я не виновата ни в чем. Ты пойми меня, Лидия. Я вас понимаю. Вы меня тоже понимаете. Тоже поймите меня. Ваня! Ириночка, я тебя прошу, не забирай его. А что? Что случилось? Все хорошо. Мы с тобой сейчас идем домой. Прощайся с бабушкой. Я даже еще не позавтракал. Я голодный. Голодный? Я голодный. Э-э-э. Да ты, да ты, милая, так все руки себе отморозишь. Ты ничего здесь голубо полезного не найдешь. Места надо знать. Да у тебя беда, девочка. А че ты здесь ищешь-то? Ключи потеряла. От вчерашнего дня? Видимо, так. Так, тогда ничего не найдешь. Че его искать-то? Прошлое? Оно в прошлом. Я вот давно ничего не ищу. Оно бывает. Жизнь, она такая штука. Главное, помнить, одним днем живем. Вчера на коне, сегодня под копытами. Главное, это понимать. Я вот, что тебе, доча, скажу. Самое важное, себя не потерять. Да-да, себя потерять легко. Озлобиться, разувериться, обидеться на весь мир. И пропал человек, и душа его пропащая. Темная становится. Ничего не слышит вокруг себя. Только себя. А если она болит? Душа болит. Значит, не все еще потеряна. Значит, еще найдешь то, что искал. А я ведь правда искала. Я ключи искала. Не мои. Там один мальчик в квартире, а мать в больнице. Я ей пообещала. Я обещала, что я за ним прослежу. А я и… Да мальчик, а ключи-то здесь как оказались? Да выкинула я. Значит, свою беду вперед поставила? Да. Ну, ничего. Будем искать твои ключи. Куда ты их кинула? Вот, где-то здесь. Да. Они? Спасибо. Да не за что. Да есть за что. За то, что выслушали меня, поговорили со мной. А может быть, вам помощь нужна? Я сейчас… Да нет, дочь, а это уже лишнее. Обижаешь. Я себе на хлеб сам заработаю. Простите, я не хотела вас обидеть. Да ничего. Меня теперь трудно обидеть. Я свободный человек. Ты вот в благодарность прибегай как-нибудь сюда побеседовать со стариком. Обязательно зайду. Ну, беги. Беги и спасай своего малыша. Спасибо. Ох. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы сейчас поедем ко мне, она тебя заберет, хорошо? Когда? Завтра. Она немножко приболела и сейчас в больнице. И поэтому я должна за тобой присмотреть. Мы сейчас соберемся и поедем ко мне. Договорились? Ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот и чудесно. Так, давай-ка мы твои вещи соберем, хорошо? Где они? Скажи мне. Так. Джинсы возьмем. Футболочки. Так, и это возьмем. Павлик, папа, мама и я, это мы в парке гуляли. Папа, папа меня на пони катал. А ты умеешь сидеть на пони? Да, нет. А где сейчас твой папа? Папа живет в другом городе. Он скоро нас к себе заберет. И я не буду больше по нему скучать. Ведь он все время со мной будет. Да, будет. Хорошо. Давай-ка мы с тобой соберемся. Мне нужно еще в больницу к маме твоей заехать. Я тебе, наверное, я тебя к бабушке отвезу. Ты бабушку знаешь? Нет. У меня нет бабушки. Ну, ничего. Значит, будет. Давай собираться. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуй, Леночка. Скажете, вы об этом ничего не знали? Я? Нет. Тимофей никогда не приводил его сюда. Я ничего не хотела об этом знать. Вань, подойди ко мне. Мама, а мы скоро домой поедем? Да, дорогой мой. Я сейчас к папе в больницу схожу, а вечером тебя заберу. Договорились? Угу. Вот, познакомься. Это Павлик. Поиграешь с ним? Вот еще. Ну, Лидия Николаевна, я надеюсь, что вы справитесь. Я Ваню вечером заберу и сразу хочу вас предупредить. Как только Тимофей станет на ноги, я подам на развод. Арина, я уже все решила, я... А вас я поздравляю. У вас теперь новая семья. И шапочка. Субтитры сделал DimaTorzok Ирочка, вот это занесите в двести восьмую палату. Да, хорошо. Здравствуйте, я вас отвлеку на минуточку. Скажите, пожалуйста, лечащий врач Тимофе Щербакова. Минуточку, мне надо уточнить. Простите, это вы жена Щербакова? В общем-то, да. Что значит «в общем-то»? Извините, я. Пожалуйста, пройдемте ко мне в кабинет. Конечно. Мне записано. Проходите. Присаживайтесь. Ну, доктор, как он? Состояние мы стабилизировали. Ну, какое-то время, месяца полтора, ему придется побыть в больнице. У вас есть возможность оплачивать палату и реабилитацию? У нас есть, у мужа есть фирма. А я не понимаю, вы к чему спрашиваете? Ну, вам же потребуется не только лекарства и физическое восстановление. Нужны будут кресла, тренажеры, инструктор. Ну и, конечно, желательно, отдельная специализированная палата. Возможно, лечение за границей. Подождите, какое кресло? Я не понимаю. Как же, вам что, разве не сказали? Нет. Поперечное поражение спинного мозга на уровне грудных и поясничных позвонков. Периферический паралич. Паралич? А что это значит? Проще говоря, ваш муж какое-то время не сможет ходить. Периферические двигательные нейроны поражены. Гипотония мышц. Подождите, как не сможет ходить? А, а, ой, а долго он не сможет ходить? Что мы будем делать? Я назначил физиотерапию, гальванические токи, массаж, гимнастику, глисовые процедуры, но вначале организм должен восстановиться. Я вам сейчас дам список необходимых медикаментов. Вы мне скажите, он выздоровеет? Вы имеете в виду, будет ли он ходить? Не знаю. Я гарантии вам дать не могу. Все зависит от многих факторов. Факторов? Каких факторов? Многих, милая. Прежде всего, психологической поддержки в сочетании с медикаментозными процедурами. Я вам очень сочувствую, но поверьте, я сделал все, что от меня зависит. Теперь очередь за вами. Наберитесь терпения. И, пожалуйста, решите поскорее насчет содержания. К сожалению, у нас все спецпалаты платные. Я, я все понимаю, да. Угу. Да. Ну, если решите перевести его в клинику, вы мне скажите, я помогу выбрать лучшую. Угу. Спасибо. Да. Здравствуйте. Это Константин. Какой Константин? Ну, мы виделись утром. Я скорую вызвал в вашу помощь. Ах, да, да. Простите. Вспомнила, да. Что вам нужно? Да я хотел узнать, как у вас дела. Спасибо. Все в порядке. Ничего не нужно. Спасибо. Все хорошо. До свидания. Подождите, подождите. Ну, может, все-таки что-то нужно? Да я, да я же вам объясняю, что ничего не нужно. Ну, да, все плохо. Вы можете отстать от меня? Вообще идите к черту! Ну, что вы, вы сходили за ребенком? Что? Ну, женщина-то, блондинка, помните? Ну, вы еще ключи ее взяли. Она просила зайти ребенка забрать, что ли? Родственница ваша? Да, сходила. Нет, не родственница. А, ну, это хорошо. Что хорошо? Ну, что чужая хорошо. А почему? Умерла она. Как умерла? Вроде. Ну, вроде нормально была. Ее даже в палату перевели после осмотра. К нам тяжелого как раз привезли, его оперировать нужно было. Так она, бедная, даже до рентгена не дожила. Сильное внутреннее кровотечение. А что с вами? Вы же сказали, что не родственница. КОНЕЦ 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 Помянуть надо, чтоб по-лицки было. Вот. Вот видишь, Леночка, чужие люди о тебе позаботились. Спасибо вам большое. А то мы и всем подъездом на похороны бы и не собрали. Леночка, был бы у тебя характер-то полегче. Так мы бы, всем бы двором тебя провожали, вон как Степановну. А так нос задирала, прости господи. Не здоровалась ни с кем. Ну, это и понятно. Она ж не замужняя была. А ребеночка-то прижила. Правда, все говорила, что вот-вот замуж выйдет, и тогда всем нос утрет. Ничего-ничего. У меня есть это… С кем малыш-то останется, а? С отцом. А, ну и правильно. Правильно. А то приезжал раз в месяц. Мужики. Но он любил, правда, пацанчика. И гулял с ним. Ой, а глаза такие… Нам уже пора. Извините. Мы пойдем. Да-да, понимаю, понимаю, конечно. Вот, конфетку-то возьмите. Спасибо. За упокой. Благодарю. Спасибо вам. Я не знаю, как бы я сама со всем этим справилась. Да я рад, что я смог помочь. Тем более, родственников у нее не было. Да и соседям такие хлопоты ни к чему. Совсем не представляю, что дальше делать. Вы мужу сказали? Он в реанимации, к нему не пускают. Да и что… Что тут скажешь? Вот как ему это сказать? Ну да, ситуация. Попал, конечно, мужик. Что значит попал? Это вы так сочувствуете? У вас мужская солидарность? Нет, почему? Я… Я вам сочувствую. А его мне просто жаль. Я же вам не врал. Они ссорились. Он вроде как дом ей купил, и они ехали смотреть ее. Дом. И еще ребенок на стороне. И пять лет вранья. И как вообще так могло все это кончиться? Костя, знаете, у меня ведь даже… У меня даже в мыслях не было. Я представить не могла. Я и сейчас до сих пор поверить не могу. У меня вообще все вокруг как будто в каком-то сне. Мы ведь хорошо жили. Да, жили. Но он уезжал в командировки. Потому что своя фирма, бизнес, студенты и эти семинары. Выходит, что все это вранье. У меня до сих пор в голове это не укладывается. Послушайте, вам нужно успокоиться. Вы так себя изведете. Ну, как успокоиться? Я не знаю. Ну, правда, я не знаю. Ну, не думать о том, что было. Не думать о прошлом. Люди ведь, они себя мучают чем? Они… Они постоянно копаются в воспоминаниях. В том, чего уж не вернуть. Понимаете? Не вернуть. Не думать. Вы знаете, а я сегодня… Я купила розы белые. Просто так, по привычке. Потому что он всегда… Тимофей всегда мне дарил именно белые. Выходит, и ей тоже. И все, что он мне говорил, ей тоже говорил. Послушайте, вы так с ума сойдете. Вам нужно о будущем думать, понимаете? Ну, хотите, я вам с Павликом помогу? Я вам могу к себе забрать. Нет, что вы, у Павлика теперь есть бабушка, отец есть. Это я… Это мы с Ваней теперь все потеряли. Но вы правы, сейчас… Сейчас нужно думать, что дальше. Нет времени. Нужно думать, что дальше. Еще мне надо разобраться с фермой и с… с лечением, с лекарствами. Еще надо его на ноги поставить. Поставить и на ноги? И что? И уйду. А вы как думали? Я только сейчас понимаю, что я вот зря все это время дома просидела. Ну, знаете, ничего. Я ведь еще смогу. Я… А у меня красный диплом, между прочим, был. Только черт знает, куда я его делала. Ну, пока вы его найдете, позвольте мне вам помочь. Ведь деньги на лечение нужны, правильно? Нет. Я и так вам очень благодарна. Но больше ничего не нужно. Спасибо вам за организацию похорон, за этот разговор. Спасибо. Но больше ничего. Деньги я на фирме возьму, как-нибудь разберусь. А встречаться вот так, чтобы поговорить, мне сейчас на это просто нет времени. Я вон пацанов у свекрови уже второй день держу. Совсем замоталась. Я вам очень благодарна. Прощайте. 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 Венечка, пойдем чай попьем. Выглядишь, как с креста снятая. Спасибо, не до чая мне сейчас. Вань, Вань! Вань, ничего, что я жду у тебя, я здесь стою. Я тут с ними с ума сойду. Целый день, Грек. Ванька уже и так, и эдак. А этот домой, 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 домой. Ну, ни в какую. Очень нервный мальчик. Внук? Ваш внук, между прочим. Вань, я тебя очень прошу, пожалуйста, поехали домой. Ура! Домой, домой! Вань, собирайся, домой! Мама, он что, с нами, что ли, поедет? Вань, слушай, у него мама в больнице, а мы с тобой должны за ним присмотреть, хорошо? Ну, ладно. Отлично. Ты что, обоих хочешь забрать? Ну, а что, вы видите, что? Так, дети, а ну-ка. А ну-ка, дайте сюда быстро. Тихо, тихо. Андрей, ну… Так. А ну-ка, пойдем со мной. Пойдем, пойдем. Давай-ка я тебе шапочку одену. Ой! Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Ирина, прости меня. Я же помочь хочу. Оставь их у меня, обоих. Ну, или Пашку. Ваня хоть в школу ходит. А Пашка… Ну, как ты с ним справишься? Да еще и больница. Да. Ирина, детка, ну, одумайся. Прошу тебя. Да, я одумалась, Лидия Николаевна. Вот как раз теперь я одумалась. Ничего, Павлика буду в детский сад водить. Ваня пока на продленке. Вообще, мне пора уже быть, как все нормальные люди. А вы о больнице не беспокойтесь. Тимофей я пристрою. И он поправится. Вот увидите. Господи, ты или святая, или дура. Спасибо. Павлуша, привет. Привет. Что, все хорошо? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы, собственно? Я… Я родственница. Дальняя. А мама где? Я вам сейчас объясню. Павлик уже может? Да-да, Павлуша. Беги, гуляй с детьми. Давай. Павлик, пока. Дело в том, что мать Павлика три дня назад, она погибла в автокатастрофе. О, Господи. Беда какая. А отец что? Он тоже в тяжелом состоянии, сейчас в больнице. Вы только Павлику, пожалуйста, не говорите. Конечно, конечно. Он мальчик непростой. Нервный очень. А тут еще такое. Ну, вы там отцу скажите, чтобы как выздоровит, получше смотрел за ребенком. Ему любовь нужна, покой. А то мать часто его последним забирала. Женщина, понятно, молодая. Но я считаю так. Если завели ребенка, так уж будьте добры. Да, и папашу мы тут никогда не видели. Да, конечно. Я все передам. До свидания. Да, до свидания. Да, да, я уже вошелся. Да ничего мы не делаем. Здравствуйте. В общем, как сквозь землю? А тут еще директора агрофирм наяривает. А я не знаю, что отвечать. Говорю ему человеческим языком. Автокатастрофа, больница, без сознанки. А он мне свое. Вынь да положь ему удобрение. Пять тонн. А где их возьму? Короче, больше никаких инвесторов и никаких договоров. Можешь это тоже выбросить. Всем привет. Привет. А чего такая тишина? Куда все разбежались? Вадик, ты всем, пожалуйста, передай. Либо завтра в девять на рабочем месте, либо пусть увольняется. Мы других найдем. Маш, хочу тебя попросить. Подготовь мне, пожалуйста, всю документацию, всю отчетность по поставкам. Я должна быстро войти в курс дела. Вадик, к тебе у меня особенная просьба. Мне нужны деньги. На частную клинику, на лечение, на спецпалату. Ты можешь для меня к часу дня наличку достать. Вы чего, ребят? Вы же сами говорили, что засидел и что пора. Вы что, меня жалеете? Вы меня не жалеете. Все нормально. Мы с вами разберемся. Я научусь. Я быстро учусь. Ринуль, тут такое дело… В общем, не за что браться. Сегодня последние уволились. Зарплату им ждать надоело. Три месяца уже ждут. Так что ни налички, ни безналички. Я что-то не понимаю. Это как? Да вот так. Тимофей просто не хотел тебя беспокоить. Ну, вроде как даже инвестора нашел, но сама понимаешь, мы сейчас не до инвесторов. Нам тоже не сладко. Он в последнее время свои деньги вкладывал. Оборота ж никакого. Мы тоже в стороне не остались, вот на нулях теперь. Ринуль, в общем, ты не обижайся, но я себе уже работу нашла. Я не понимаю. Он же собирался дом покупать. Где бы он на это деньги взял? Может и собирался. Может, он свалить решил, а на тебя все долги испихнуть. Скотина он твой, Тимофей. Редкостный подонок. А нам теперь отдувайся. Адик, не надо так. Я и без этого хренова. Ну, неужели ты не видишь? Ринуль, словом так, денег действительно нет. Все деньги пошли на компенсацию зарплат. И, естественно, из-за бабы этой Тимофей в расход вошел. Так что за Тимкой еще и долги. Ой, идиот, идиот. Что, не веришь? Вот бухгалтерский отчет. Зачем ты мне это даешь? Я в этих цифрах ничего не понимаю. Ринуль, понимать нечего. Галяк полный. Пусти, пусти, пусти. Пусти, пусти. Пойдем, пойдем. Откройте, пожалуйста, заднюю. Ну, я вас прошу, я через пару дней все оплачу. Вот, когда заплатите, тогда и заберете. Где это, видо, на машину в долг ремонтировать? А я потом ищу и свищи вас. Без денег в солому спать. Ну, пожалуйста. Ну, что? Будем пешком ходить. Ребята, я сейчас. Здравствуйте. Скажите, а как, Тимофей Павлович? Ему можно? Здравствуйте. А вы кто? Мы… Мы у вас бывали, Ирина Юрьевна. Не помните? Мы его студенты. Он у нас практические занятия вел. А, вы старосты, я вас вспомнила. А к нему нельзя не пускают пока. А что? Все… Все так серьезно? Ну, вот, сейчас выясняют. Давайте так, я обещаю вам позвонить. Так что ваши дары можете съесть сами. Хорошо. Скажите, как часто он вас на предприятие возил? Ну, раза два в месяц. То есть, не каждую субботу? По субботам у нас занятий нет. А что? Ну… Ничего, я… Спасибо, что пришли. До свидания. До свидания. Извините, можно? Здравствуйте, Щербакова. Вот. Ваш муж уже в палате. Спасибо. Угу. Отлично. Верочка, возьми, это пока что на сегодня. Я предписание оставил. Хорошо, Виталий Александрович, все сделаем. Как это только на сегодня? Ну, а как вы думали, милая, и на завтра нужно будет, и на послезавтра. Полный курс. И, кстати, что вы решили насчет спецпалаты? Ему необходимо отдельное помещение со всеми препаратами, массажным столом. Он пока что лежачий, больной. Мы его, конечно, поместили в спецпалату, но, смотрите, если по финансам не получается, переведем в общую. Нет, не нужно в общую. Я все оплачу. Скажите, могу его сейчас увидеть? А чего же нет? Триста шестая палата. Спасибо. Вот бабы-то. Надо же. А что такое? Да этот Щербаков с любовницей в машине разбился. Твоя Лена, она умерла. Твоя Лена, она умерла. Твоя Лена, она умерла. Мне сказали. А как же… Я ее похоронила, все сделала, как полагается, по-людски. Я тебе соболезную. Спасибо. Твоя Лена, прости. Бог наказал, не выкарабкаюсь. Так и надо. Не говори глупостей. Врач сказал, жить будешь. Зачем? Затем, что у тебя сын. И не один, как оказалось. Я. Давай, мы сейчас не будем речь не об этом. Тебе лечение нужно, и лечение серьезное. Так что давай без оправданий. Я была на ферме, проверила наши счета. Денег там нет, а тебе спецуход нужен. Сегодня, завтра, если не заплатим, переведут в общую палату. А я ума не приложу, что делать. Ты деньги взял, хотел купить дом для Елены. Где они? Мне ничего не нужно. Ни палаты, ни лекарств. Денег на ферме нет. Я… Мы… Я просто ехал показывать. Обещал. Ясно. Обещал и врал. Уйди, пожалуйста. Не мочи меня. Уйди, мне ничего не нужно. Нет уж. Я тебя вытащу. А там дальше сам будешь решать. Маш, привет. Маш, привет. Алло, Дарьян, привет. Машка, слушай. Посоветоваться хотела. Тимофей лечиться не хочет. Что делать? Ну, не хочет лечиться и не надо. Пусть сам теперь выкручивается. Ну, что значит сам? Мне надо тысяч пять евро на первое время. Сколько? У меня таких денег нет. Слушай, Риноль, я… Я сейчас не в городе. Мне пришлось уехать на несколько дней. Давай я вернусь, мы с тобой встретимся и все обсудим. Ну, да, да. Я понимаю. Ладно. Позвоню Вадику, попробую у него занять. Вообще, я считаю, что ты с ума сошла. Он с тобой так поступил, а ты… Я прям не знаю, что сказать. Да, обнимаю тебя. Пока. Да ты что, мать, я все бабки на машину потратил. Галяк полный. Да забей ты на него. Прости. Странно это. Ну, прости, родная, но… Ну, нет у меня таких денег. Ну, честно, нет. Спасибо. Рина, Рина! Здравствуйте. А, я тут на осмотре был. Рад видеть вас. Что с вами? Что случилось? С мужем? Нет, нет. Я просто вчера узнала, что фирма банкрот и на счетах ни копейки, а там только что сказали, что какая-то спецпалата и лекарства. Я совершенно, я не знаю, что делать. И я работать не могу пойти, потому что Павлику няню надо. Он в детском саду не может. Вы знаете, до сих пор по ночам кричит мама. И Ваня не понимает, что происходит. И я… Извините меня, пожалуйста. Да, нет. Ничего, ничего. Простите, сейчас пройдет просто нервная. Да, хорошо, хорошо. Вы успокойтесь. Давайте я провожу вас. Пойдемте. Спасибо вам, Константин. Извините еще раз. Ну, ничего, ничего. Я все понимаю. Ирина, послушайте. Вы только сразу не отказывайтесь. Давайте я вам помогу. У меня есть деньги. Нет, даже не начинайте об этом. Я возьму кредит. У нас дом хороший, машина. Я что-нибудь придумаю. И вообще, я вас совсем не знаю. И не в моих правилах посторонних людей нагружает своими проблемами. Ну, зря вы так. Отдали бы, когда смогли. А вот насчет постороннего, то… Мне кажется, я знаю вас намного больше, чем самые близкие друзья. Возможно, вы и правы. Но все равно, нет. И даже не настаивайте. Ну, хорошо. Ладно. Давайте я вас отвезу куда-нибудь. Куда вам надо? Вот за это спасибо. Мне через час нужно быть в детском саду, забрать Павлика. А потом сразу в школу за Ваней. Прекрасно. Целый час есть в нашем распоряжении. В каком распоряжении? Какой час? Мы сейчас поедем пить кофе. Какой кофе? Проходите. Располагайтесь. Я сейчас. Располагайтесь. Костя, а кем вы работаете? А вы как думаете? Какие варианты? Даже не знаю. Может быть, путешественник и следователь? Так. Нет. Музыкант? Вы, наверное, писатель. А еще олигарх, адвокат, предприниматель или, как сейчас модно говорить, продюсер? Мне все намного скучнее. По профессии я инженер связи. А сейчас работаю каскадером. Каскадером? В кино? Да. С детства я люблю спорт. Экстрим всякий, мотоциклы, скачки, гонки. Бег в мешках. Смешно. Я, может, и поэтому в той аварии вырулил. Иначе бы… А сейчас предложили мне гореть в машине, прыгать с парашютом. Как-то так. Здорово. Ну, да. Не, нормальная работа. Отличная. И платит неплохо. М? Да, конечно, ставьте. Вот женщина, на которую я обречен. Не шел под венец и даже с ней не обручен. Не прожил с ней ни единого дня. Но нету родней для меня. Вот женщина, на которую я осужден. И карою той нисколечко не изможден. Свобода мне словно воздух важна. Но выше свободы она. Вот женщина, на которую я заслужил. Не тем, как жил, а чем всю жизнь нарожил. Пришел ко мне Бог, взглянув на ее портрет. И выкурил пять сигарет. Мой добрый Бог, да я знаю и сам, Что есть предел и твои чудеса. Но может быть, чудо выше и нет, Чем странной любви этой свет. Но может быть, чудо выше и нет, Чем странной любви этой свет. А женщина, на фотографии, кто она? Это моя жена. Она умерла от рака. Извините. Да ничего. А я, выдума, хозяйка. Была. А раньше я мечтала работать в парфюмерной промышленности. Я химфак закончила, мечтала с меня ароматы создавать. А потом муж, ребенок и такой финал. Какой финал? Так это не финал. Это самое начало. Вот вы что любите делать? Я очень петь люблю. Я раньше вообще очень хорошо пела, даже в консерваторию думала поступать. Прекрасно. Будете петь? Да ну, у вас вы какой-то оптимист неисправимый. Куда уж мне теперь петь? Поздно. Ну, вот подождите. Кто вам об этом сказал? Ну, кто внушил-то это? Муж? То есть он считает, что вы должны сидеть дома в розовых очках, химичь на кухне, да? А он при этом будет с этой… Ребенок на стороне. Я не понимаю таких мужчин. Вы его не знаете, он прежде совсем был другой человек. Так, давайте допьем ваш кофе. Пора уже за детьми ехать. Пойдем? Вань, возьми ключи. Хорошо. Хорошо. Давай, беги. Спасибо вам, Константин, за кофе, за то, что подвезли. Мы вам столько хлопот доставили. Да перестаньте, никаких хлопот. Ирина, я хотел сказать вам, вы очень красивые. Я, Константин, не хочу вам давать никаких надежд, никаких обещаний. У меня сейчас на это просто нет времени. Ясно. Спасибо вам. До свидания. До свидания. А ты чего не спишь? Мама, он что, с нами будет жить? Ну, не всегда. Слушай, мы должны ему помочь. Он маму потерял. Ты же у меня добрый мальчик. Все понимаешь, да? Ну, не вздыхай, не вздыхай. Давай на бочок. Давай, давай. Вот так. И глазки закрывай. Вот, мой хороший. Спокойной ночи. Спокойной. Кто у нас на очереди? Свиридов. Очень тяжелый. Всю ночь кровил. Ему срочно, наверное, операция потребуется. Ну что ж, займемся. Что там по анализам? Вот его карточка. Виталий Александрович, Виталий Александрович, извините одну минутку. Я хотела попросить вас не переводить в общую палату. Кого его? Щербакова Тимофея. Сегодня денег нет, но завтра я смогу все оплатить. Ага. Какое завтра? У вас уже все оплачено. И за палату, и за полный курс реабилитации. Все нормально. Вы меня извините, я спешу. У меня обход. Угу. Костя, здравствуйте. Рина, добрый день. Я же вас спросила, зачем вы это сделали? Я говорила, вам не надо. Вы знаете, а я посчитал, что надо. Рина, давайте увидимся. Ну, хорошо, давайте увидимся. Только не сегодня. Просто мне не с кем детей оставить. Послушайте, ну оставьте на свекровь. Она мне больше не свекровь. Рина, я вас прошу, давайте уже пора жить своей жизнью. Да, возможно, вы и правы. Ну, хорошо, давайте увидимся. Но лишь для того, чтобы обсудить, когда я смогу вернуть вам долг. Хорошо, конечно. Хорошо. Договорились. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Ну-ка. Ну-ка. Простой сюда. Вот, спасибо. А я уже думала, ты совсем меня отрезала. Меня и Тимочку. Я вчера была у него в больнице. Спасибо, что не оставляешь нас в беде. Не за что. Я же обещала. Ну, мальчишки, привет. Привет. Привет, мои хорошие. Привет, бабушка. Как дела? Хорошо. Ну, хорошо. Ну, пойдем, морчаю, поболтаем. Я так соскучилась. О чем вы хотели поговорить? Я просто спешу и… Ну, о чем же я могу говорить, как не о семье? Я об этом слышать больше не хочу. Семьи у нас нет, так что говорить нам не о чем. Вы не беспокойтесь, я ребят вечером заберу. Ирина, Ирина, ну послушай, так же нельзя. Ну, ну, ты ж должна меня понять. У тебя же тоже сын есть, Ванечка наш любимый. Ну, ну, если вдруг, когда он вырастет, ну, если вдруг, не дай Бог… Нет, нет, нет. Лидия Николаевна, вы не понимаете, если мой сын когда-нибудь, я повторяю, если мой сын когда-нибудь станет лжецом и будет обманывать любимую женщину, то я первая. Я буду первой, кто ей об этом скажет. И я ей не просто скажу, я не отстану, пока она не образумится. Вы и правда не понимаете? Вот все это время, пока вы молчали, его эта ложь все сильнее и сильнее затягивала. Я больше об этом говорить не хочу. Мне и так тошно. Так говорила я. Я кричала даже. Ну, что я могла сделать? Он ведь не маленький. Да и поздно уже было. Тима сказал, что не может уже отступиться, не сломав ей жизнь, ей и ребенку своему. Ну, а как ты работу нашла? Взяла учеников, пока никуда не берут. Время упустили. Да. Время упущено. Алло, здравствуйте. Я по поводу объявлений в газете. Да, да. Опыт работы нет. Но у меня красный диплом. Да, да, конечно. Спасибо. И вам всего доброго. Здравствуйте. Добрый день. Это вам. Мне? Что это? Какая красивая. Она теперь моя? Да. Вместо цветов. Я ее выпущу на волю. Так. Ну, лети. Ну, ну. Давай, давай, давай. Полетела. На волю отпускай кого-то всегда приятно. Вообще-то я хотела с вами встретиться, чтобы поговорить о деле. Да, слушаю вас. Я вам смогу вернуть долг примерно в течение года. Репетиторством. Ну, плюс-минус пару месяцев. Вас такое устроит? Скажите, вы в бильярд играете? В бильярд? Я думаю, вам нужно выйти из колеи. Понимаете? Ну, поймать другую волну. Другую волну? Да, но я просто по себе знаю, когда на душе тяжело, надо быстро переключиться. Я поэтому и спросил про бильярд. Действительно, я ведь никогда не играла в бильярд. Всегда очень хотела попробовать, но не играла. Замечательно. Значит, мы сегодня устраиваем день исполнения желаний. Что вы придумали? Ох! Хош! 5-6 лепярд 5-7 лепехочек Рисунитель Субтитры подогнал «Симон» Береги ее, Боже, в дороге камнель отменять Защити ее, Господи, мир все мрачнее и строже Огради от безумия близких, от ловких меня И от веры, что я ее Бог, упаси ее, Боже Укрепи ее сердце, она так опасна добра Сохрани этот взгляд, этот детский огонь удивления Сатана не поймает ее на призыв серебра Но чужая беда так легко ей подломит колени Груз, доставшийся ей, не посилен для этих плечей Но она донесет виноград, не попросит за это Не гаси ее, Боже, на свете немало свечей Но как мало из них зажжено, так вот просто для света Ну я пойду Сегодня поистине день исполнения желаний Спасибо вам Тебе Тебе спасибо Пока Ирина Юрьевна, я переведу вам всю сумму на неделю вперед на карточку, хорошо? Да, спасибо И приезжать за ним не буду, он у меня взрослый, так что будет сам Хорошо До свидания, Миша Да, до свидания, до свидания Подожди меня, пожалуйста, на улице, хорошо? Ну что, какие успехи, что скажете? Что-нибудь соображает он? Да, конечно, я вообще считаю, он очень способный А почему вы спрашиваете? Ой, вы знаете, у нас совершенно другой профиль с мужем И мне совершенно непонятно его это увлечение Мы пытались его отговаривать У нас свой бизнес, сеть придорожных мотелей И, конечно, со временем хотелось передать все дела ему И тут мы видим, что человек увлекся этой химией И упрямится в этом смысле Ну и правильно, молодец, пусть идет к своей цели А вы его не сбивайте с пути Вы думаете? Я уверена Ну, хорошо, ну, хорошо Скажите, Ирина Юрьевна, а вы где-то еще работаете? Пока нет, не берут У меня пока только три ученика Хотите, я вам помогу? Чем именно? Мне сейчас как раз нужен ночной администратор В один из мотелей Работа несложная, сутки через двое Нужным встретить ночных клиентов Разместить Занести белье, чай, кофе Ну, все, что потребуется Чаевые, разумеется, себе И достойная оплата Хорошо, спасибо, я подумаю Хорошо, подумайте, спасибо До свидания До свидания Хорошо, выглядишь Красивое платье Спасибо Так, ну вот, вроде все в порядке Завтра я приду пораньше У меня дежурство до шести И с физиотерапевтом я уже договорилась Какое дежурство? Не важно Ну да Не важно Действительно, прости Все теперь не важно Тим, ты не хандри, знаешь, что врач сказал? Врач сказал, что физиотерапия поможет только в комплексе С правильным психологическим настроем Я тебя прошу, помоги мне Я, я завтра кресло привезу Врач уже разрешил тебе сидеть Да Мне плевать На твою психологическую помощь Я Зачем ты ходишь сюда каждый день? Живи своей жизнью, я же сказал Никому не хочу быть обузой Тем более тебе И не буду Тимка, ты не хандри Я, я тебя вытащу Ты выкарабкаешься Не вешай нос До завтра Так, далее у нас ионная связь Степень полярности ковалентной связи возрастает по мере того, как Миш Извините, замечтался Замечтался? Так, возрастает по мере того, как увеличивается различие в свойствах соединяющихся атомов Что тебе здесь непонятно? Все понятно Понимаешь, да? При такой схеме ионная связь можно считать простейшим видом химической связи Честно Минус машины А, давай! Давай! Давай, давай! Ты что, тут пятизвездочный решила устроить? Смотри, привыкнут, работы не оберешься Так, давай по-простому Тут одни трудяги дальнобои и мутерброд зубы и на боковую Чего выпендриваешься? Или что? Подзаработать хочешь? Натурой? Ну-ну! Музыка 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Привет. – Привет. Поехали скорей. Мне где тем надо. Подожди, давай поговорим. Слушай, я не могу смотреть, как ты себя выматываешь. Ну, зачем тебе эти чертовы дежурства, эти ученики бестолочи? Еще и в больнице постоянно мотаешься. Ну, во-первых, они не бестолочи. А потом, Костик, у меня сейчас детский сад, потом школа, опять больница. Вот, об этом я хотел поговорить с тобой. Смотри, садик, школа я могу взять на себя. Ну, у тебя все равно машины нет. А с учениками, с сервисом надо завязывать. И что? Что я буду делать? Что ты мне предлагаешь? Рина, я долго думал. Нет, вру, недолго. В общем, я мог бы… Нет, опять не то. Я бы хотел бы… Ну, что, что? Вот, я хотел бы, чтоб ты вот так вот улыбалась. Постоянно. Всегда. Что мне нужно для этого сделать? Скажи мне. Я совершенно серьезно предлагаю тебе… Костик, вот давай, давай мы закончим этот разговор, пока ты не сказал окончательную глупость. Почему глупость? Это не глупость. Я действительно хочу, чтоб ты переехал ко мне. Ты и дети. Костик, я тебе очень благодарна. Ты столько для меня сделал. Мил, ну пойми, я сейчас не могу. Я не могу принимать никаких решений. Его вот-вот выпишут. Я должна как-то налазить его быт. Я с врачом договорилась. И потом, ты знаешь, ты знаешь, я сегодня получила свою заработную плату за месяц. Я уже десять лет сама ничего не зарабатывала. Хорошо, я понял. Буду ждать. Ну, скажи мне, ты… Ты действительно подашь на развод? Да, обязательно. Как только он встанет на ноги. Просто сейчас его это убьет, понимаешь? Угу. Ты не поможешь забрать его из больницы? Конечно, помог. Но вечером мы идем в уши на себя. Конечно. Поехали. Все. Спасибо. Дальше я сам. Так как же так? А если за вами не приедут? Может вызвать такси? Спасибо. Спасибо. Я сам. Можете идти. Сам он. Да, пожалуйста. Тоже мне. Ходок. Тимка, прости, пожалуйста. Из-за снега такие пробки. Ничего. Ты не обязана. Знакомое лицо. Вот. Константин вызвался нам помочь. Да. Спаситель. Машина-то новая, да? То есть совсем кранты. Ну да. Пришлось поменять. Ну, машина, конечно, не жена, но все-таки привыкаешь. Не просто изменить с другой. Ладно, поехали. Непросто. Так. 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 Туда. Ну, вот. Вот мой дом. Спасибо вам, Константин. Да не за что. Я… До свидания. Так. Держи. Сейчас. Мы с тобой. отдохнешь, пообедаешь. Так. Я тебе обед приготовила. Я… Не голодь. А где Ванька? Дети у мамы. У Лидии Николаевны. Я договорилась, они пару дней у нее побудут. Тебе же нужно освоиться. Ну да. Понимаю. Обещаю, как можно быстрее освоиться. Я тебе комнату отдельно приготовила. Там тебе будет удобнее. Завтра уже тренажера привезут. Доктор придет. Будем пробовать массажи начинать делать. Передай мое нижайшее спасибо этому Константину или как там его. А я обязательно передам. Он мне так помог, нам помог. И я бы на твоем месте так себя не вела. А что мне еще остается? Выздоравливать. Как можно быстрее. Ну да. Понимаю. У тебя теперь планы. Тебе теперь важно быть эдакой матерью Терезой. Я все понимаю, но послушай. Нет, ты послушай. Давай мы не будем начинать. Все же так ясно. А я правда очень спешу. Я теперь работаю. Может, все-таки поговорим? О чем? О том, что ты испортил мою жизнь? Нашу жизнь? Нет, мы об этом с тобой говорить не будем. О твоем здоровье, пожалуйста, об этом нет. Я… Я всегда любил только тебя. А ее? А Павлика? Это что, выходит, ты им тоже врал? Ну, все ясно. Пообедаешь и отдыхай. Я вечером вернусь и все уберу. Я с тобой пробуду столько, сколько понадобится. И сделай все, что в моих силах. А дальше ты сам. Дальше у каждого будет своя жизнь. Я так решила. Приятного аппетита. До встречи. До встречи. Субтитры делал DimaTorzok Вот женщина, на которую я обречен Не шел под венец и даже с ней не обручен Не прожил с ней ни единого дня Но нету родней для меня Может потанцуем? Вот женщина, на которую я осужден И карою той нисконечко не изможден Свобода мне словно воздух важна Но выше свободы она Вот женщина, на которую я осужден Костя, давай уйдем отсюда Что такое? Что случилось? Я не хочу больше слушать эту песню В этом ресторане быть Давай уйдем, я тебя жду, давай, пошли Да, хорошо, сейчас я... Да? Пришел ко мне Бог взглянуть на ее портрет Рин? Пойдем в машину Пойдем Пойдем Ну что? Поехали ко мне? Я так боялся, что ты сегодня останешься с ним Не бойся, я ведь уже все решила Тогда поехали Кость, подожди Я так не могу Ну, я так просто не могу Я должна ему все объяснить Потом мне нужно будет найти ему сиделку На это тоже понадобится время Еще мне детей надо забрать Ну, ты точно решила? Конечно Я решила Но есть простые человеческие отношения Я не могу поступить подло Есть долг, есть обязанности Он сейчас так слаб Ему без меня просто не справиться Мне его жаль Жаль? Тебе его жаль? Ты знаешь Ему тебя жалко не было Когда он ехал покупать дом Для другой Риночка Прости меня Прости меня Ну, прости меня Прошу, прости меня Давай поедем ко мне Поговорим и Обсудим наше будущее М? Да, милка Конечно Да Вот он я Мы живем теперь вот в этом чудесном доме И приехали мы сюда вот на этой супер большой машине Я самый счастливый муж Потому что Вот эта замечательная девушка теперь моя жена Арина Да, мой молодожен Выходи Аккуратно Подержи камеру Держу Подержу тебя Тебе не тяжело? Нет Ну да, ура, ну все Всем пока Всем пока Минутку, я сейчас Да, давай, конечно Здравствуйте Здравствуйте Можно посмотреть? Да, пожалуйста Возьми ж ты трубку Вот возьмите Спасибо Здравствуйте, вы свободны? Да Тима 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 Тим Тим Черт Черт Тим 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 Алло, скорая У меня муж умирает Нет, нет Бедный перерезан Кровь Я не могу остановить кровь Я уже так Звучит Все Тим 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тим, давай попьем. Нет. По глоточку. Нет. – По глоточку, потихонечку. – Нет, зачем ты пришла? Не надо было. Я не просил. Смешно выгляжу, да? Калека еще и слабак. Испортил вам жизнь. Тим, не надо было приходить. Все бы решилось. Тим, не нужно так говорить. Ты не должен. У тебя дети, мама. – А что я должен? – Ты должен жить. Что я должен. Проблемы вам создаю. Не надо было приходить. Я должен уйти. Тим. Тим, ты… Это… Это эгоизм. Так нельзя. Ну, что ты, ну? Тебе врач сделал укол. Ты сейчас уснешь. Тихо-тихо-тихо. Все-все. Мы сейчас поспим. Завтра ты проснешься, и все. И ничего не будет. Ты поспи, а я буду рядом. Никуда не уйду. Давай. Вот так. Закрывай глазки, закрывай. Все. Я буду рядом. Я никуда не уйду. Давай поспи, поспи. Костя, милый, прости меня. Я… Случилось. Да. Я тебе потом… Все-все потом тебе расскажу. Просто сейчас устала очень. Извини. Кость, мне… Какое-то время я должна побыть здесь. Ты должен дать мне это время. Извини меня, пожалуйста. Да. Потом обещаю. Все потом объясню. Да. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам, Лидия Николаевна. Да ну что ты. Извили они у вас, да? Да. Драчунания, конечно, еще те. Ты сама-то как? Что решила? Может, мне пока к вам переехать? Ой, нет. Не нужно. Вы приходите вон навестить. У нас пока атмосфера не очень. Лучше потом, когда я перееду. Как переедешь? Зачем? А как ты собираешься жить? Даже если ты Пашку на Тимофея оставишь, что я с ним буду делать? С ребенком и инвалидом. А Ванька? Ты о Ваньке подумала? Лидия Николаевна, я, я работаю. Буду работать по специальности. Знания восстановила. Тимофей, он поправится и возьмется за ум. Ему расслабляться нельзя. Уж я-то его знаю. И инвалидом его не называйте. И все как-то наладится. И без меня. Да что наладится? Он же без тебя не жилец. Ты хоть это понимаешь? Ну, вот прекратите вы. Хватит давить на жалость. Иначе сейчас опять поссоримся. Я вам уже сказала, что не уйду, пока не поставлю его на ноги. Это все, что я могу для вас делать? Ясно. У тебя кто-то есть? Это неважно. Все равно я уже решение приняла. Я ведь не могу иначе, ну поймите. Изменилась ты. Извини, больше не буду тебя уговаривать, но ты ведь так любил его. Все на моих глазах. Неужели конец? В этом не моя вина. Пожалуйста, лампа там осторожно проходит. Вот сюда. И в комнату направо. Так. Направо. Я подержу дверь. Вроде должно пройти. И вы сразу направо заводите. И вот так, чтобы как? Ну, правее туда. Да, вот здесь вот. Хорошо. Здорово, да? Спасибо вам большое. Вы выход найдете? Спасибо. До свидания. До свидания. Класс. Зачем это все? Какой в этом смысл? Мне не встать. Завтра инструктор-реабилитолог уже придет. И с утра начнем занятия. Ну, так, чтобы деньги не на ветер. Я тебе все верну. Ладно, потом с этим разберусь. Конечно, вернешь. Еще и с процентами. Вот для этого тренажер-то и нужен. Чтобы ты скорее на ноги поднялся и делами занялся. Ага. Делами. Пропало все. А деньги? Ты машину продай. Она уже не нужна. Нет, я ее не продам. Еще пару дней я смогу выкупить. Слушай, еще нужно с фирмой разобраться. Машка звонила. Хочет встретиться, ключ отдать. Говори там что-то с арендой. Я в этом вообще ничего не понимаю. Все надежды на тебя. Ладно, я помчалась. Детей пора будить. Детей пора будить. Ринуля. Привет, привет. Ну, жизнь пошла, да? Как встретиться, так только по делу. Сто лет тебя не видела. Да, прям. Всего-то месяц назад виделись. Ну, я правда очень соскучилась. Времени вообще ни на что нет. Да? У тебя ж его всегда предостаточно было. Чем занята подружка? Да, слушай, Тимофея три дня назад из больницы выписали. А еще дети. То детский сад, то школа. Еще ночные дежурства в мотеле, репетиторство. Как белка в колесе. Ну, я тебе скажу, как для белки в колесе выглядишь шикарно. Похудела просто девочка. Прическа новая. Глазки горят. Маня-то от недосыпа. Ну, ладно. Мы еще об этом поговорим. Давай о деле. Смотри, вот ключ от офиса. Я там все прибрала. Документация. Все в порядке. Пусть Тимофея на досуге проверит. Срок аренды истекает через месяц. Потом либо платить, либо сдавать обратно. Тоже пусть решит. И вообще, пусть возобновляет все свои связи. Нечего отлынивать. Вот я ему тоже так говорю. Но знаешь, ему тяжело. Апатия вообще ничего не хочет делать. Ну, да. А кто бы хотел. Не позавидуешь. Ну, а ты-то? Ты теперь его сиделка. Опять двадцать пять? Нет. Ну, я, конечно, сейчас его не брошу. И потом помогать буду. Я решила на развод подавать. Ну, что ж. По-моему, это правильно. Хотя жалко очень. Были очень хорошие пары были. А справишься сама-то? Да не знаю. Попробую. Вот кручусь как-то. Мне бы, конечно, по специальности работ найти. Ну, сама понимаешь. Слушай, Ренуль, у меня есть одна идея. Пойдем со мной. Куда, Мань? У меня, знаешь, ученик через час. Я уже опаздываю. Ренуль, да к черту ученика. Пойдем, пойдем, пойдем. Нет, нет, нет. Давай, 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 давай. Пойдем. Маня, как здорово. Иди, иди. Спасибо. Слушай, это же мечта. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, Витечка, познакомься. Тот гений химии, о котором я тебе рассказывала. Рина. Ирина Щербакова. Неужели та самая Ирина Щербакова? Очень приятно. Взаимно. Не удивляйтесь. Про вашу дипломную работу говорили все студенты в институте. Виктор наш факультет заканчивал. Да? Да, было дело. Пять лет назад, но я помню, кажется, химические процессы в косметологии. Да. Точно. Кстати, вы и меня увлекли в нашу сферу. Я тогда больше нефтепродуктами занимался. Вот. Был бы сейчас нефтяным магнатом. Сбил от Иринка человека с пути истинного. Да, ладно. Кстати, Ирина, а вы сейчас над чем работаете? У вас такие были формулы оригинальные. Мы, кстати, никак не можем добиться этого результата. А нашим клиентам каждый год подавай все новое. Конкуренция. Витя, Арина сейчас занимается частной практикой. Но, если мы хорошенечко попросим… Так. Ясно. Тогда предлагаю это обсудить за чашечкой ароматного кофе. Прошу. Пойдем. Давай, давай, давай. Быстрее, быстрее. Стараюсь, стараюсь. Давай, давай. Сюда, Ирина. Это, блин. Гейм-овер. Перезагрузка. Так. Вы опять время тратите за компьютером? Кто бы лучше научил их в шахматы играть? Только зрение портят. Шахматы отстой. Так, друзья мои, мне скоро на дежурство. Я уже опаздываю. Через пять минут я жду всех за столом. Руки мыть бегом. Ваня. А почему Ваня тут? Он злой. Он не злой. Он просто не привык к тебе еще. А он что, теперь мой брат? Ну, получается, что брат. Пап, пап, он у Малена больше не придет. Мама. Мама уехала. Теперь тетя Ирина наша мама. Нет. Она с нами побудет немножко, и мы ее отпустим. Устает она от нас. Куда отпустим? Не знаю. Просто отпустим. Как птичку. Я не поняла. А вас-то не касается? Павлик, бегом-бегом руки мыть. Тимофей, ты тоже, пожалуйста, будь добр. Да. Еду. То есть, еду. Я открою. Здравствуйте, Ирина Юрьевна, а мы вот проведать пришли. Можно? Здравствуйте. Да, конечно. Раздевайтесь. Так, раздеваемся, ни топчим, ни шумим. Горячительные напитки не достаем. Пока. Как вас много. Ну, ради Тимофея Павловича и занятия прогулять не стыдно. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Пойдем. На кухню. Проходите. Здравствуйте. 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 Ну, ребята. Тимофей Павлович. Рад вас видеть. Тимофей Павлович, это же выпариватель. Ну, не самогоны же, а пара. Старинный? Очень. От моего деда достался. Ого. Можно. Можно посмотреть? Можно. Это, это историческое ископаемое? Ребят, только аккуратно. Хорошо. Старинная. А сколько ж с рук ее держали? Маталуга. Скоро вы к нам приедете, Тимофей Павлович? Мы соскучились. Правда, ребят? Все позабывали? А какой вы нам блиц-крик устраивали? А сейчас скучно. Ну, давайте так. Длина ста миллионов атомов водорода в одной цепи составляет… Один сантиметр. Первый класс, вторая четверть. Ну, давай что-нибудь покруче. Пожалуйста. Вот из химической кулинарии, например. Под действием соевого соуса происходит химическая реакция, которая заставляет вареного кальмара… Танцевать на тарелках. Под воздействием кислоты. Ну, господа химики, вареных кальмаров у меня нет. А что, колбаска не танцует? Не успела. Масса всех веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массой всех продуктов реакции. Ну, это и газей понятно, Николя. Два ноль. Ну, это же правда. Правда, но скучно. Давайте уж лучше что-то о розах. Ирина Юрьевна. Что? Ну, вы же спецпарфюмерии. Тимофей Павлович нам столько об этом рассказывал. Вы же хотели запахи изобретать. Да, да, хотела. Только, вернее сказать, не запахи, а молекул запахов, а точнее, эмоции. Молекула аромата — это формула эмоций. Ух ты, как здорово. Это как формула любви. А как это? Ну, когда я слышу запах, я сразу же представляю формулу молекулы. И только потом проверяю гипотезу ее модификации в формуле. То есть, запах можно увидеть, как эмоции. Но это давно было, в курсе, наверное, на первом или на втором, я уж не помню. Ну что, кому добавки? Всем. Мне. Мне. Спасибо. 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 Таблетки выпил? Выпил. Сам лежишь? Сам. Ты на дежурство? Да, на дежурство. Нет, не на дежурство. Я, я думал, что… Ну… Сегодня у Машки день рождения, если ты помнишь, я еду к ней. Точно. Помню. Конечно. Машка всегда нас куда-то вытягивала. Угу. То боулинг, то загород, шашлыки, костер. Ну, скажи, а… А кто еще из ребят будет? Вадим куда-то пропал. Он за границей со своей новой пассией. А Машка всех позвала в загородный клуб, в бассейн. Там будет куча народа. Наверное, с ее новой работы. Но я перед тобой не должна отчитываться. У меня теперь своя жизнь. Прости. Я не должен был. Просто по привычке спросил. Угу. Пора отвыкать от старых привычек. И да, твои студенты очень хорошие. Не бросай их. Они тебя любят. Ну, шапку одень. После бассейна нельзя. С мокрой головой простудишься. Он заехал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, когда ты ко мне уже переедешь? Ммм? Я так хочу наблюдать уже как ты просыпаешься Как пьёшь кофе, как расчёсываешь волосы перед зеркалом. Тебе это ещё скоро надоест. Нет, девушка, и не надейтесь. Ладно, лети, птичка-синичка. Пока. Ладно, лети, птичка-синичка. А завтра во сколько приходить? Миш, давай-ка мы с тобой завтрашнее занятие перенесём. Я маме позвоню, объясню и всё. Мы с тобой со мной всё прошли. Хорошо, спасибо. Давай, провожу тебя. Угу. До свидания. До свидания. Я помогу. Так, давай на счёт три. Раз, два, три. Так. Удобно? Да. Бесполезно. Что бесполезно? Я ничего не чувствую. Ну, ничего, почувствуешь? Нет, не почувствую. Ну, вот зачем ты так? Всё время ворчишь, всё время чем-то недоволен, я не знаю. Врач же сказал, нужно мыслить позитивнее. Ну, помоги мне. Тебе что, сложно? Угу. Да, позитивнее. Позитивнее. А вот так чувствуешь? А-а-а! Ты чувствуешь? А-а-а! Рин! Рин, хватит! Вот это да! Рин! Чувствуешь! Ты у меня сейчас не такое почувствуешь. Ну, стой, стой, стой! Я себе сейчас устрою. Пацаны! Пацаны спасать! Вот так! Вот так! Папа, мы спасаем! И ты не хочешь, иди сюда! Вот тебе, вот тебе! Щекотно! Так, Вань, помоги папе. Ноги поставь. Спасибо, пацаны. Кость, привет. А ты ж… Да, слушай, дай мне минут двадцать, и мы спустимся. Окей, давай. Так, дети, дядя Костя приехал. Быстро одеваться, умываться, школы, детский сад. Давай, Ваня, Ваня, ну, бегом. Давай, давай, давай. Дядя Костя. Дядя Костя. Редактор с «Анезать 2001» Идин百że. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Извини. Алло. Как сбежал? Я, я сейчас, я сейчас буду. Что такое? Что случилось? А? Ваня из дома сбежал. Как сбежал? Я не знаю. Я тебе перезвоню. Подожди. Я отвезу тебя. Нет, спасибо. Я сама. Извини. Извини. Я даже не заметил, как он исчез. Он просто делал уроки и… А я говорила. Я предупреждала, нужно было детям сразу все рассказать. Ванька уже не маленький, понял бы. Ну и что? Ну и Павлик ко мне подходит, спрашивает, где мама. Я ему объяснил, мол, мамы нет и я его никогда не брошу, потому как… Ясно. Ванька, значит, рядом был и все слышал? Да. Вбежал, как ненормальный. Говорит, раз его тут никто не любит, так он и… Я уже всех друзей обзвонила, учителей. Надо в полицию заявлять. Подождите. Сколько не было? Ну, часа три. Ты знаешь, где он? Проверю одно место. Если его там нет, вызовем полицию. Я хочу том, что… Пожалуйста! Так и уйдёшь когда-нибудь от меня, не попрощавшись. Что я тогда буду делать? На каком корабле тебя искать? Я ж так с ума сойду. Мам, я… Я не… Что ты? Думал, что тебя никто не будет искать? Что ты никому не нужен, тебя никто не любит, что ты самый несчастный мальчик на земле? Откуда ты знаешь? Я ж не всегда взрослой была. Я не хочу быть взрослым. Взрослая жизнь – такая дерьмовая. Ну, что ты говоришь такое, Вань? Жизнь, знаешь, она… Она разная. Бывает сложная, вот как… Как у нас сейчас с тобой. Сложная, да. Но ничего, как-то все налаживается, и потом… Как налаживается? Ну, не знаю, как-нибудь наладится. Ну, если Павлик – это папин сын, то я тогда кто? Ну, если Павлик – это папин сын, то я тогда кто? Ты тоже папин сын. А это нормально, что у него другая мама? Нет. Ненормально. Ну, так случилось. И как-то надо… Как-то надо с этим жить и что-то делать. Что делать? Что делать? Что? Я не знаю, Вань. Ну, а что бы ты сделал? Вот посоветуй мне сын. Ты же уже взрослый. Это и твоя жизнь. Наша жизнь. Ну, не знаю. Ну, дядя Костя – хороший человек. А папа? А папа Павлику будет своему потерять сопли, раз мы ему не подходим. Вань, папа тебя очень любит. Очень. И ты это знаешь. А Павлик, ты посмотри, как он за тобой бегает. Ты для него как старший брат. То, что для тебя бедой обернулось, для него счастье и радость. Ты знаешь, я всегда хотела иметь брата. А ты сам вспомни, когда маленький был, все время бегал за нами. Купите, купите. Забыл уже? Я так говорила раньше, в детстве. Купите. Сейчас уже все по-другому. Он нас предал. Все равно, Ваня, об отце так не надо говорить. Давай мы с тобой дома об этом поговорим, ладно? Ладно? Посмотри на меня. Пообещай мне, что ты больше так не будешь делать. И никуда не уйдешь. Ты же моя надежда. Моя любовь. Моя радость. Как я буду жить без тебя? Папа, прости, я не подумал. Вот. И папа наш тоже не подумал. Давай пойдем. Пошли. А может быть придет пора Иных высот А может быть придет пора Других красот И повернется шар земной Другой стороной И выйдет так, что будешь ты Опять Со мной Ты через наше Далеко Придешь Ко мне Мне в это верить так легко Как в снег Как в снег Как в белый снег Июльским днем В жару Летний зной Я буду петь тебе о нем Тебе Одной Тот снег ложится на песок Идет Идет Я в землю Высею песок Авось Взойдет Я песню новую Мою Спою Я спою Авось Немного изменю Судьбу Свою Ренуль Ренуль Помочь Ой, Мань Знаешь, как говорится Не было бы счастья Так несчастье помогло Я никогда даже не думала Что буду счастлива Просто вот эти формулы писать Да, подумай Что же мне счастье Работа Ты просто, Ренка, очень соскучилась По работе Да Вот Разберись-ка лучше С этими формулами Это наша новая разработка Ну, правда С импортным парфюмом Нам сложно конкурировать Но свое тоже хочется На рынок вывести Посмотри Вот Вроде бы все то Но чего-то не хватает Ноты какие-то Древесные, получается Прям горелым тянет Ну, да, согласна Прям пожар в джунглях какой-то Да С таким ароматом Только на развод ходить Прости В общем, давай Включай свои золотые мозги Угу Ну, что это? Вижу, жизнь-то налаживается Оно всегда так Сначала сломается А потом все путем Жизнь Прошу Спасибо вам Ну, сейчас вот Не торопясь Давайте свяжем Поехали Поехали Стоп-стоп Подожди Вот в этот момент Ты прям Целься ему в лоб Понял? Я понял А вы случайно Не наша Новая главная героиня? Комаровскую что? На вас заменили? Будем знакомы, коллега Очень приятно Поехали Начали Давай А вы что, сами не умеете? Я лицом работаю Мне его беречь надо А ему оно нахрена Так В кадре мышцами поработать и все Давайте продолжайте Девочки, небольшой перерыв Ставь минуты Давай, осторожнее Не спеши Сережа А вот здесь мне уже дублер не нужен До свидания Мы скоро уже закончим Сразу поедем ужинать И я тебя никуда не отпущу Ну, как дела в зоне боевых действий? Ну, все хорошо С детьми разобралась Потихоньку все налаживается Он уже студентов берет И дома им преподает И на брусьях уже держится Он Опять он Он меня меньше всего интересует А пусть живет как хочет Мне интересно, как мы Когда уж и перейдешь Ну, еще пару дней Слушай, у тебя так здорово получается Мне очень интересно Серьезно? Да Костя, готовимся к съемке Константин Да, 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 ребята Давайте сейчас начнем Костя, Костя Я тебе не мешаю Не, не, не Сейчас мы быстро Открывай Свои Ну, мужик ты даешь Еле тебя нашел. Здорово. Здрасте. Альбертич, а вам что, не сказали, что я закрываю фирму? Вот я тут… Короче, я когда в прошлом году у тебя вот этой вот эчиночуши прикупил, так у меня не шестьдесят центнеров с гектара, как у всех пошло, а сто сорок. А с этой твоей фигней я и сто пятьдесят выгоню. Вот, хотел еще двадцать тонн у тебя прикупить, а ты как в свою землю провалился. Альбертич, какая соя, какие центнеры? У меня склады опечатаны, за аренду платить нечем. Так отпечатаем. Я тебе за двадцатку перечислю, как за двадцать пять. Мне не жалко. Моя соя в загранку, как песня полетела. Я производство расширяю. Ну, не знаю. А что, правда, так хорошо пошла? Ну, я что, на идиота похож? Искал бы я тебя. Короче, давай ближе к делу. Двадцать тонн даешь? Да это дам, конечно. Но если и склады отпечатают. И плюс, я-то давал экспериментальные тонны. Объясни по-нормальному. Ну, я там кое-что добавил. Некоторые ингредиенты, они едали вот эти сто сорок с гектара. Так и сейчас добавь. Если проблема в бабках, мы сторгуемся. Нет, вопрос не в бабках. Просто у нас этого ингредиента в стране нет. А где есть? Мне дальнобоя в Европу сгонять? Не вопрос. Ты говори, куда? В Индию. Да ёлки-палки. Чего в этой Индии такого есть, чего у нас нет? Ну, во-первых, там мой однокурсник Раджиф. Мы до сих пор общаемся. Он эту добавку и изобрел. Ну, я там поэкспериментировал с формулой, поигрался и… Ну, там вообще всего два грамма на центнер идет. Ну, значение ошибся. Поздравляю. Ну, поздравляю, стакан не нальешь, но ход мысли понятен. Слушай, короче, берешь этого своего Раджу за жабры, я растаможку, пересылку, это я все беру на себя, плачу. А ты мне для начала варганишь двадцать тонн этого своего, пфу ты, двести тонн этого чудо-средства своего. А я тебе еще клиентов подгоню. У меня и сын на подходе, и зять. Тут такие заказы намечаются. Ну, и ты в деле офис откроешь, а? По рукам. Ну, получается, что по рукам… Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Щербакова. Геннадий Альбертович, директор агрофирмы «Соя Лэнд». Очень приятно. Жена? Да. А что ж ты мужа на привязи держишь? Сидит, понимаешь, как пенсионер на привычке. Ноги — это ерунда, ногами мужик много не заработает, если не футболист, конечно. Зато голова у твоего благоверного светлая. Я вот тут ему дело предлагаю, а он куксится, как будто масло напился. Ну, по-мою говорить, красавица. Тим, ты чего? Гостю чая не предложишь. Вы раздевайтесь, присаживайтесь. Я сейчас чаек поставлю, стол накрою. А чего дуло такое кривое? Видишь, чайка села. Вот она и прогнулась. Но если это чайка, то я — Бэтмен. А я, а я — Спайдермен. Как договорились? Отлично договорились. Отлично. Да. Ну и хорошо. Завтра у тебя последнее занятие с физиотерапевтом, а дальше, он говорит, все зависит от тебя. И, Альберт, ты же этот хорошо подвернулся. Кстати, да? Да. Я считаю, что очень кстати. Ну, получается, дальше я тебе не понадоблюсь. Не понял? Не понял? Что ты не понял? Тим, не надо на меня так смотреть. Сам поднимешься, и фирму поднимешь. Лидия Николаевна сюда приедет, я буду навещать. А, а как же Ваня? Ванька останется со мной, а Павлика, я, мы будем собирать к себе на выходные. То есть, ты уже все решила, и последнее слово подсудимого тебя не интересует? Нет. Мне не интересно слушать твои оправдания. Не надо мучить ни меня, ни себя. Я понял. Я понял, но все же это несправедливо. Потому что даже осужденные на смертную казнь имеют право на последнее слово. Последнее слово, Тим. Несправедливо? Слушай, да начнется у тебя новая жизнь, все наладится. Я сделала для тебя все, что могла. Давай закончим этот разговор. Извини. Здравствуйте. Здравствуйте. О, вот. А я все ждал, когда вы ко мне подойдете. А вы все мимо да мимо. У меня здесь Викровь живет, бывшая, недалеко. И я то на работу, то за детьми. А ключ-то пригодился? Ключ? А, да, да. А тут? Не болит уже? Болит. Еще сильнее. Непорядок. Пойдем, посидим, покурим. Я ведь не курю. Я тоже. Тогда вот. Спасибо. Отчего ж оно до сих пор болит? Может, тебе выговориться надо? Видишь ли, дочка, иногда нужно просто выговориться. Недаром, говорят, излить душу. А тебе, видно, не с кем. Ну, так и говори сейчас. Не бойся. Мы люди чужие, а с чужими всегда легче. А вы психолог? А то. С чего начать? А с чего можно? С мужем прожили десять лет. Значит, ты все решила. Сама. Вот ты молодец. Только я вот что тебе скажу. К счастью, идут со счастливым лицом. А у тебя оно, скажем мягко, не соответствует. Да нет. Я счастлива. Просто сейчас вспомнилась. Я счастлива. У меня… У меня работа моя есть. И дети. Сын у меня есть. Я еще… Что я вам это рассказываю? У вас вон своя работа. Ну, как знаешь. Только… Я вот, как сказал бы, раз уж судьба нас свела. С тобой поступили жестоко. Тебе плохо и темно. И ты слышишь только себя. А от этого… Тебе тоже… Глохо и темно. Но сейчас-то мне легче. Вот. Видишь. Разговаривать надо. По-человечески. Вот ты выслушай его. Ему ведь тоже поделиться нескими. А разойдетесь, разойдетесь в темноте. Так каждый в темноте и останется. За своей болью. А когда лише жить? Как в темноте и обиде новое строить, а? Я долго сinations. А я пока помню! Субтитры сделал DimaTorzok Ты чего не успеешь? Не могу Ты хотел со мной поговорить? Ну вот, я тебя слушаю Хотел Только не смотри, как прокурор Хочешь, я на тебя, как адвоката буду смотреть Ну ладно, говори, я только прошу тебя, давай не врать Хорошо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Черт, а? Ну все, приехали. Поехали. Поехали. Есть кто? Закрыто у нас. Водки нет. Девушка, заправка или СТО есть? Вон машина, я поломался и… Заправка километров пятьдесят отсюда, за поворотом. Ого! Скажите, а поесть что-нибудь продаете? Только чипсы, холодильник не работает. Знаю я, вас так кушать хочется, что и переночевать негде, да? Нет. Что? Вы всегда такая добрая, с людьми. А как с вами еще? Особенно на трассе. Здесь вообще всякая шваль ошивается. Ну, спасибо. Извините, что побеспокоил. Ладно уже. Заходите давайте. Заболеете. Спасибо. Забавно. Даже как-то смешно. А ты ничего получше придумать не мог? Смешно. Смешно. А что ты думала? Ничего. Продолжай. Чужой городишко. Разбитые дороги. Машина сломалась. Я мокрый, злой. Ни одного заказчика по всей области не нашел и… Несчастный. Ни одного заказчика. А хочешь, я дальше расскажу, как все было? Я поняла, да. Так вот оно, как бывает. Ты весь такой мокрый, несчастный. И даже заказчика ни одного не нашлось. И вот добрая женщина, очень милая, забирает тебя к себе, дает тебе свой халат. И ты в душе весь такой беззащитный, несчастный. Она замыслила коварный план. Решила тебя соблазнить. И ты даже не успел ей крикнуть, что ты женат. Или, может быть, ты забыл? Ты забыл? Так? А как? Да. А жена у меня химик. Очень даже перспективный. Парфюмером хочет быть. С мировым именем. А я вот мотаюсь по районам, как проклятый. У меня там свой бизнес. Химдобавки для повышения урожайности. Но что-то пока не очень идет. Понятно. Ну, ничего. А я после школы сразу здесь, в этом киоске и осела. Здесь я ночую. Родители умерли, спились оба. А дом на дядьку, на маминого брата записан. Хозяин полвыручки за койку дерет. Да и трасса эта постоянно перед глазами. Туда-сюда, туда-сюда. Народ едет куда-то. Иногда даже с дачи не забирают. Представляешь? Богатые. А я беру. А что делать? Я в город хочу уехать учиться. На капли уеду. Ленка! Лен! Ой, я, по-моему, дверь забыла закрыть. А это кто? Да это ж шкаф с семкой местной, за водкой. Сейчас я их быстро спровожу. Ой. Да не, ну, свет горит, значит, здесь должна быть. Лена! О! Водку давай. Сейчас. Секунду. Сейчас. Так. Где же она у меня? О! Есть? Две давай. Ну, да где же я вам две возьму? Мы все вылакали за день. Так до натуры давай. Не надо, не надо, пожалуйста. Не надо, не надо, парчики. Пусти. Пусти. Я вас прошу, не надо. Пусти. Пусти меня, я сказала. Пусти. Алло, 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 алло. Мужики. Полицию вызвать? Или сами уйдете? Опа милая, а кто это тут у тебя? У нее хахаль тут по ходу, братан. Мы помешали. А, да, действительно помешали. Получится, братанчик, мы с тобой эти невежливые люди. Такую малину обломали. Ай-яй-яй-яй. Мужики, давайте быстро отсюда. Ладно? Да ладно, ладно. Мы на минуточку. Ну, хотим извиниться. Ну, там, пардончик, мерси, все дела. Братанчик, извинись перед гостем. Мальчик, я вас спрошу, я вам эту водку даром отдам. Ну, пожалуйста, ну, уходите. Ну, пожалуйста, я вас прошу. Да мне же для тебя ничего не жалко. Это ты ему бесплатно давать будешь. Он, видать, птица важная, да? Важная птица, да? Важная, важная. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Так это в тот день, когда ты побитый, вернулся? Да. Ты помнишь? Да, помню. Примочки тебе делала и жалела тебя. Так это получается, ты уже, как бы это мне лучше выразиться, уже врал? Да, врал. А что я должен был сказать? Ты прям мой герой. Это ж… Тихо-тихо. Они ж звери, я думала, они убьют тебя вообще. А ты их так с виду и не скажешь. Да, я просто каратэ занимался. Ну ладно, хватит, печет. Да ладно, это ж дезинфекция. На, держи. Я тебе сейчас картошечки с колбаской нажарю на плиточке. Да, у меня ж все свеженькое, правда. Я ж про холодильник соврала. Сейчас. Ой, сейчас. У меня есть коньячок, сейчас станет легче. Сейчас. Давай, 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 сейчас расслабься, давай. Давай, за знакомство. Ну, вот и познакомились. Тебя-то как зовут? Тимофей. Лена. Знаешь, за меня еще никто никогда не дрался. Собачья жизнь. Миленький мой, хороший мой, забери меня отсюда, а? Лен. Слышишь? Ну, ты что? Забери меня. Ну, что ты говоришь? Ну… Мой хороший, прошу тебя, забери меня. Я пропаду здесь. Ну, забери. Все было как на вождении. Потом она приехала сама. Как снег на голову. Павлика мне показала. Ну, и дальше я просто не мог его бросить. Прости, пожалуйста, а как ты понял, что ребенок твой? Да очень просто. Тест сделал. Я потом только к мальчику ездил. Между мной и ей больше ничего не было. Только к пацану. Хочешь – верь, хочешь – не верь. Хотя… Уже, уже все равно. Да, все равно. Я не понимаю, зачем ты врал? Как ты все это время врал? Зачем? Для чего? Ну, а как? Что я должен был сказать? Что в таких случаях можно сказать? Что говорят в таких случаях? Знаешь? Я не знаю. Я тоже. Ну, вот скажи, бывает же такое, что говорят, что женщина залетела. Так? Говорят? Ну, а что мужик не может залететь? Залететь? По своей дурости, по своей глупости. Потом всю жизнь врать своей любимой женщине. Бывает такое? Может, бывает. Вот и со мной такое случилось. Я жил как в аду. Каждый день. Каждый день. Я думал, как сказать. Как признаться. Арин. Я… Я виноват перед тобой. Может быть, даже больше, чем ты думаешь. Я и на работу тебя не пускал. Просто чтоб ты меньше на людях была. Чтоб, не дай бог, не узнала. Карьеру тебе загубил, идиот. Я… Не знал. Я боялся тебя потерять. Это все происходило потому, что я боялся тебя потерять. Я… Не знаю. Испугался, что ли. Я себя проклял. Я не знал, что делать. Я думал, куплю дом где-то подальше. Не знаю. Все как-то сложилось бы. И сына бы я, конечно, не бросил. Но… Арин, я любил. И люблю только тебя. Я бы все за тебя отдал. Все. Лучше бы они меня тогда убили. Вот что ты наделал. Вот зачем ты это сделал. Зачем? Рина… Ты ничего не понимаешь. Я ведь так люблю тебя. И я тебя. Я прошу. Пошла телега. Пошла телега. Внимание. Дорогие друзья, это будет репетиция. Прошу всех на исходное. Константин, значит, помнишь, да, как мы с тобой двигаемся? Ты мимо бочек, вокруг бочек, разбиваешь коробки, там делаешь разворот и возвращаешься на площадку. Понял? Костя, что с тобой? Ты чего такой грустный? Все в порядке? Давай, старик, соберись. Нам нужен этот трюк. Это должен быть прекрасный, замечательный трюк. Я на тебя надеюсь. Давай, все. Давай, давай. В машину. Начали! А теперь, дамы, аккуратненько, начали! Ст benefи! Т Cisco, ll Do people use engine cabeza & ste DAVID! ЗВОНОВАЙС 줘 Democracy! Вот, прекрасно, он прекрасно все сделал. Ребята, давайте готовимся к съемке. Пожалуйста, все на места, теперь будем снимать. Прошу, снимаем все. Приготовились. Мотор? Есть мотор. Камера? Есть камера. Начали! Поехал, Костя, поехал, вперед! Стоп! В чем дело? Почему? Куда он уехал? Что? Что случилось? Где? Дед, ну ты опять за свое? Мы тебя обыскали. Деда, семь часов ужинать. Зачем тебе этот мусор? Сколько можно? Сидел бы дома, к маме сидеть. Это не мусор, это вторсырье. Десятка за килограмм, между прочим. И, и в городе чище. Да, и вам вот… А маме я никогда обузой не буду. Работать не стыдно. Раз мама сердится, пойдем домой. Прекрасная незнакомка. Моё почтение. Будьте счастливы. Мой добрый Бог, да я знаю и сам, Что есть предел Не твоим чудесам Но, может быть, Чудо выше и нет Чем странной любви Это и свет Хочу представить вам новый аромат. В данную композицию вошли ноты такие, как корень ночной фиалки, Жасмин, лаванда. В основу легли масла макадамии, пачули, ваниль, мох дубовый. Этот аромат, скорее, он вечерний. Я бы даже сказала, ночной. Ему присущи страсть. Открытие чувств. Этот аромат должна носить женщина сильная. Женщина, уверенная в себе. А, скузи, сеньора Щербакова. Да? Тут указан в основе розовый перец. Это очень любопытно. Какую же историю вы предлагаете нашим потенциальным клиентам? Да, действительно, вы правы. Я сейчас объясню. Нотки перца придают аромату пикантную горечь. Совсем чуть-чуть. Это, скажем, как напоминание нашим женщинам, напоминание нашим потенциальным клиенткам, как вы изволили только что выразиться. Напоминание о том, что даже самая красивая история может показаться пресной. Без этой самой горчинки. И никакими сладостями ее не подменишь. Легкая горечь украшает мудрую женщину, придает ей загадку, тайну. А куда уж такой женщин без перчинки? Ну, как я ответила на ваш вопрос? Спасибо, сеньора. Си. Ма. Ну, и главный вопрос, госпожа Щербакова. Нас всех интересует, как же будет называться аромат? Или это коллегиальное решение? Нет, сеньора Эннио. Спасибо вам за ваш вопрос. Вы знаете, мы подумали, что право выбора названия аромата должно принадлежать разработчику. Спасибо. Брависимо. Аромат будет называться «Тень любви». По-моему, прекрасно. А теперь же самое главное, ради чего мы с вами здесь сегодня собрались. Итак, к вашему вниманию экспериментальный экземпляр. Прошу. Господа, прошу вас насладиться нашим новым ароматом. Извините. Простите, извините. Брависсимо. Извините. Привет. Извините. Прости меня. Костик, прости меня еще раз. Я… Ты замечательный. Ты очень хороший человек. Ты столько для меня сделал. Я никогда этого не забуду. Поверь мне, никогда. Но просто… Кость, я так не могу. Ты… Ты не заслуживаешь обмана. Я не могу обманывать. Поэтому лучше так. Прости меня еще раз. Прости и прощай. Музыка… 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 Красивая девочка с лазурными волосами снова появилась в огне. При виде несчастного деревянного человечка, раскачивающегося под порывами северного ветра, она почувствовала к нему глубокую жалость и три раза хлопнула в ладоши. По этому знаку послышался громкий шум крыльев и большой сокол стремительно опустился на подоконник. «Что прикажете, прелестная фея?» – спросил сокол и склонил свой клюв в знак уважения. А надо сказать, что девочка с лазурными волосами была никто иная, как добрая фея, жившая здесь на опушке леса уже больше тысячи лет. «Привет!» Давай, мужик. Давай. «Привет!» О! Привет, Рин. Смотри, что уже могу. Сейчас. Где она там? Что ты делаешь? Тим? Ты, главное, просто смотри. Может, не надо? Просто смотри. Давай я тебе по… Я отойди. Хорошо. Мужик должен быть мужиком. Сейчас. Неправильно. Взял. А теперь считай до трех. Давай. Раз. Раз. Два. Три. Стой там. Я стою. Стой. Я стою. Смотри. Ты держишься? Да. И тебя держу. Держу. Это еще только начало? Да. Держись. Держись. КОНЕЦ